То, что вы сейчас увидите, это скорее, это не лекция в прямом смысле слова, это скорее размышления. И мы о той теме, которая посвящена, гениус лотца синелотца, если мы с вами вспомним, что такое, что означает это выражение. У древних римлян это дух места, причем очень конкретный дух места, дух места деревни, это могла быть любая территория и вообще любое место, это даже предмет, который был достоин того, чтобы его сохранить в памяти, с тем, чтобы это жило в тебе. Далее уже в Европе гениус лотца стал просто таким красивым литературным философским штампом. И уже в 18-19 веке, в основном в 19 веке, после энциклопедистов, гениус лотца стал обозначением, скорее всего, города. Потому что именно города сохраняли ту память, которую накапливало человечество, о чем мы с вами сегодня и поговорим. Мы построили эту лекцию скорее как калаш, поэтому вы не удивитесь, что темы могут быть, скажем так, недоброкачественно и логично склеены, потому что задача не в том, чтобы преподать стильный, стройный, певучий рассказ, как положено у лекторов во всем мире, а скорее, чтобы побудить нас с вами подумать о некоторых вещах, о которых мы просто забыли. Я лично вот этой темой заинтересовался, как это всплыло, может быть, потому что накопленные опыты, знания, в том числе и жизни, путешествий и того, что ты видел, каким-то образом все это укладывалось, 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 а потом появился вот такой вот вопрос. А где живет сегодня память города? Гениус лотца, синий лотца. Кстати, должен вам сказать, что, к сожалению, не пришел, не смог прийти Алексей Юдин, один из ведущих, телеведущих канала «Культура» и канала «365». Мы хотели сделать вам небольшой сюрприз и разыграть эту встречу вдвоем, что у нас иногда получается. И, собственно, ему принадлежит вот эта добавка синей лотцы, то есть память места без места. Если остановить любого прохожего в любом городе и, пожалуй, в любой стране, кроме явно набожных мест, где проживают верующие, пока еще все уменьшающиеся люди в католических странах, и попросить описать, что же мы, собственно говоря, видим в готическом соборе, как снаружи, так и изнутри, то мой личный опыт показал, что процент людей, которые могут рассказать, какая картина мира открывается архитектурой собора, какая картина мира открывается фасадом собора, его телом, ровно как и в русской ортодоксальной церкви, на этот процент становится весьма и весьма низок. Мы прошлись по разным городам, разных эпох, разных культур. И я по ходу буду вам говорить некоторые вещи, которые у меня всплывали. Когда мы делали 6 лет назад международный конкурс на развитие московской агломерации, он включал в себя несколько уровней. Первый уровень – это был уровень агломерации, это больше, чем Московская область. Второй уровень – это, собственно, новые территории, то есть без Москвы. Это была очень интересная задача, как можно рассматривать присоединенную территорию в 237 тысяч гектаров, где живет 237 тысяч человек, всего лишь навсего, без материнской платы, то есть, собственно, без того города, который мы присоединили. Ну, говоря резким языком, это маразматическая задача, это такая out the frame, это вне понимания профессионалов. Тем не менее, государство нам поставило эту задачу, и тем не менее, все команды, их было 9, естественно, должны были рассказать о старом городе, то бишь, собственно, о Москве, который присоединили эту нелепую часть. И тогда обнаруживается, кстати, на этом слайде гравюра Пиранези. Обратите внимание, вот все, что мы сейчас с вами смотрим, как говорят сегодня на промоте, все это нанизывается на одну простую мысль. Посмотрите, что за городская ткань складывалась тысячелетиями в наших с вами городах, во всем мире, какова ее плотность. Но самое интересное, гомогенность города – это вообще-то вещь достаточно старая. Ну, гомогенность – это однородность. От однородности ты сходишь с ума. Есть такое заболевание, о котором я вчера рассказывал для руководителей детских архитектурных студий нашей Родины – аутизм. Аутизм. Вот аутисты, они могут часами в одном и том же ритме стучать палкой по любому предмету. Родители сходят с ума, окружающие сходят с ума. Мы с вами сходим с ума, когда попадаем в те районы, которые мы сейчас, кстати, вспомним о них, а многие в них и живут. Но до чего же удивительно городская ткань старых городов. И вот в этом, казалось бы, мономерном мире, где очень много похожих домов, где очень много схожих улиц, где, казалось бы, вот эта мономерность, которая еще присукуплялась кривизной, умножилась на кривизну улиц, что давало какое-то моральное право Лекорбезье говорить о том, что Париж – это город, не город ослов, но город, чьи дороги протоптали ослы. Так вот, кстати, дай Бог, что эти ослы были на самом деле. Но что интересно в этих городах, представите ли вы себя, Амстердам, Падуя, Брюгге, любой город вы обратите на несколько моментов. Вот, кстати, я не так давно, впервые в жизни попал в город Севастополь. Я вам должен сказать, что это шедевр в миниатюре. Вот все, что было сделано после 50-х годов, все ужасно. Но это ужасно во всех наших городах. То есть на этом как бы век архитектуры закончился. Началась какая-то другая эпоха, и отдельные, я бы даже сказал, выскочки, таланты или гении эпохи модернизма, это конец 50-х, 60-х годов, они просто демонстрировали на этом ужасающем фоне не архитектуры, они демонстрировали все-таки, что талант архитектора жив, что этот гений места, тем не менее, прибывает, и место дарования прибывает. Но мы сейчас говорим о другом. Вот справа, нет, с левой стороны. С левой стороны это любой генплан города. Он может быть яйцевинный, он может быть овальный, он может быть круглый, звездообразный, квадратный, какой угодно. Это, кстати, уже, к сожалению, не существующий мост Ноттердам в Париже. И вот это карта плотности и карта разнообразия города в разных концах земного шара. Даже та же Барселона казалась, ну куда более, чем гомогенный город. Вот все одинаково, все распланировано идеально, квадратно-гнездовая сетка, римский лагерь и так далее, и там подобное. Нет же, появляются диагонали, кстати, та же самая Пятая Авеню в Нью-Йорке повторяет этот же самый прием, как бы распиливает Манхэттен на две такие неравные треугольные части. Но это очень интересная попытка смодулировать ряды, то есть какие частоты, как плотность конфигурируется в городе. Такой перевод, я бы даже сказал, в нотную запись. Что из этого всего получается? Получается, что при необходимости строить очень похожие дома, жители Брюгеля, Амстердама, архитекторы без имен, которых мы сегодня не помним и не знаем, строили и воздвигали дома точно так же, как устроен человек. Все люди похожи. Если сделать сейчас групповое фото, вы увидите вот именно такую картинку. Но мы все разные. Вот это то, чтобы... Когда открыли технологию раскрытия полимцеста, то миру предстали совершенно замечательные записи. Полимцеста – это, собственно, и есть запись, когда на шкуру теленка для молодого бычка наносились, а потом уже на более крепкие папирусы, наносились чернилами различные сведения. Иногда это были чертежи, иногда это были тексты, иногда это были законы или послания. Но так как шкурка была дорогая, работа песца тоже, то все это соскабливалось, но следы-то оставались. Известны полимцесты, которые насчитывают за столетия до 50 записей. Но современный рентген проникает где-то там на 10-15, максимум 20. Но чем полимцесты отличаются от города? Очень часто вы можете встретить у наших коллег и вообще в литературе о бурбанистике и градостроительстве это выражение, что город – это полимцест. Это правильно только лишь отчасти. Я тоже люблю это сравнение. Отчасти потому, что в полимцесте вам нужно, чтобы увидеть следующий слой, соскаблить предыдущий или рентгеном проявить там 10-й, 5-й, 7-й. В городе единовременно, в одном и том же пространстве, поворачиваясь на 365 градусов, вы можете увидеть историю города, ну так 2-2,5 тысячи лет. Ну возьмем хотя бы тот же Рим. От Афин практически ничего не осталось, но вот Рим сохраняет нам эту огромную глубинную память. Ну вот соскобленные полимцесты, вернее соскобленные рентгеном полимцесты, когда вы видите несколько слоев. Почему Ницше и почему достаточно избитая, если так можно сказать, его фраза, произнесенная им в конце 19-го века, еще не прогремели революции, ни русская, ни немецкая, еще мир жил в относительном спокойствии, еще не было предвкушения первой мировой войны. Но что это означало? Для меня, вот когда я думал на эту тему, о том, о чем мы с вами сегодня говорим, для меня прежде всего это означало уничтожение, потерю культуры и иерархии. Вот с этого момента, когда исчезает в сознании человека Бог, совершенно неважно, в каком, так сказать, ключе? Православном, ортодоксальном, католическом, буддийском, в каком хотите? А в протестантском спрашивается, Бог занимал все пространство. Вот мы вместе говорим в соседнем спичрайтер, мы говорим об одном и том же. Бог занимал пространство с самого начала твоего появления на свет. А что теперь вместо него? Ницше на это ответил портретом Заратруста. Это Бога-человек. На самом деле, то, что мы с вами последние десятилетия, даже чуть больше, обсуждаем, и сегодня это одна из самых, если не самая важная тема, ну, после там, всемирного потепления, или рядом со всемирным потеплением, и многими, несколькими такими ключевыми для будущего человечества проблемами, это проблема искусственного интеллекта. На самом деле, мы страшно боимся появления этого интеллекта, который создается нами с удивительной скоростью и с удивительной поспешностью при абсолютно неготовности общества, неважно, Россия тем паче не готова к таким переменам, но и западное общество абсолютно, вообще человечество не готово к приходу искусственного интеллекта. Два дня назад в ночном эфире был показан фильм по-английски, он АВ, ЕВА, мы его назвали «Из машины», суть которого в том, что лаборант влюбляется в искусственный интеллект, который изобретатель, условно говоря, облекает в очень красивую женскую женскую плоть, если так можно сказать, который начинает одевать на все свои, так сказать, рычаги, светящиеся части тела, кроме лица, и укрывать даже затылок, потому что это все механизмы некие, компьютеры там и так далее, там, потом начинает кокетничать, укрывать это одежды, примерять разные платья, и на шестом сеансе они договариваются бежать, и что остается в результате? В результате убит изобретатель, наглухо заперт экспериментатор, который приглашен тестировать этот искусственный интеллект, а вот это вроде бы как бы девушка улетает в человеческое общество на том самом вертолете, который был должен увезти того, кто ее просто-напросто шесть дней тестировал. На седьмой день, вспоминайте, сколько дней творения, да, Господа Бога, искусственный интеллект покидает место своего рождения для того, чтобы перейти уже в то общество, которое его создало. Дальше на этом фильм заканчивается, дальше вы можете фантазировать сами. Так вот, Ницшанская фиксация, что сегодня уже не будет того, кто смотрит, кстати говоря, на архитектора тысячелетиями этот Бог смотрел, и мы проектируя всегда знали наши предшественники, что тот самый пятый фасад, о котором нам иногда рассказывали в институте, он существует, равно как и все, что ты сделаешь. Делаешь ли ты храм во имя Бога и посвящение ему, делаешь ли ты площадь, делаешь ли ты любую архитектуру, некий пригляд в той или иной степени, в зависимости от функции сооружения, которые ты проектируешь, всегда существовал. Вот это уничтожение иерархии, уничтожение ответственности перед кем-то порождает огромное количество эго в начале как раз таки XX века. Я не буду прочитывать то, что вы наверняка знаете и так, это цитируется бесконечно многого в книгах, учебниках и истории современного искусства, но само явление миру мысли о том, что все предыдущее должно быть стерто, все предыдущее должно быть уничтожено, Малевич призывает к тому, что выбросить весь этот хлам живописный выбросить на улице. Спрашивается, чем вы замените Казимир Малевич супрематизмом, естественно, абстракционизмом отвечал Вакандинский, а это все куда, а это хлам. Но тогда надо задать другой вопрос. Кроме хлама и кроме усталого Пушкина, чьи стихи оказываются никому не нужны в мыслях футуристов, кроме скорости и машины, кроме войны, которую воспевает Маринетти, это что на самом деле? На самом деле, если вы откроете книжку Гринбаума «Машина доносчица», она действительно умно написана, я вам советую ее почитать. Ее нет пока еще в интернете, вот мы вчера пытались ее найти в открытом доступе, но ее можно купить и так. Там есть очень интересная главка. Там главка о том, что если машина приобретает информацию, она считает, у него даже не компьютер, у него термин цифровая особа. Если цифровая особа, приобретая, получая информацию извне, она удовлетворена, и при этом не происходит выделение тепла. А вот если память стирается, это огромная беда, и машина чрезвычайно недовольна. Вот тогда начинается выделение тепла. Вот этот очень интересный процесс, как энтропия пространства меняется в зависимости от того, появляется ли дополнительная память, или стирается память прежняя, можно считать, что это забвение, можно считать, что в машине закончилось место, но тогда ее просто достраивают ее память. А что делать с человеческой памятью? Вот это, собственно говоря, то, что мне и показалось самым интересным. Каковы процессы, которые происходят в нас с вами, вообще в людях, которые в основном, ну, по разным оценкам в 30-м или 40-м году 80% населения земного шара будет сконцентрировано исключительно в городах. Но если вспомнить всю историю человечества, то все завоеватели мира до самых последних, и до Гитлера, и его последователей, когда брали города, то, как правило, старались, особенно, если это был важный город с точки зрения культуры, старались стереть его с лица земли. то есть, вот этот бэкспейс, стирание памяти у народа, который ты завоевываешь, это один из тех самых поведенческих, одна из так самых поведенческих, часть поведенческой матрицы завоевателей. очень интересно, в каком виде мы предстаем перед машиной, кто завоеватель, кто является объектом, и кто является субъектом. Вот до сегодняшнего дня объектом является наш компьютер. Вот мы, он, объект наших, так сказать, деяний, наших идей, мы его используем. Но вот, когда, представьте, сегодня уже появились работы на эту тему, когда местами мы поменяемся с искусственным интеллектом, представить себя в качестве объекта, а не субъекта, да, это очень страшная картинка, даже мысленно себе это представить невозможно. Вот обратите внимание, что такое плата, да, вот просто наши компьютерщики чинили машины, железо, как мы все с вами говорим, почему-то он слайд ушел, может, мы его еще увидим. И потом мы поняли, что современный город и мебельный магазин или магазин рубашек, этот кадр сделан в Барселоне на, по-моему, седьмом этаже магазина рубашек, он так приблизительно метров 200 так в длину, и вот вы видите постоянно меняющуюся вот эту перспективу. Но только очень интересная маленькая деталь. Я, кстати, на нее обратил внимание вчера, когда мы монтировали. На заднике-то изображена, изображен старый город. Дизайнеры не хотели, то есть, они понимали, что если они создадут вот этот мир хрущевок, ну, что-то тут голодно, чего-то здесь не хватает. Собственно, то, что сделал Корбезье в лучезарном городе, не дай бог этот лучезарный город, хотя, на самом деле, мы его построили, мы построили тысячи таких городов. Если знаете, у Корбезье это матрица, он ведь больше ничего не придумал. Все, что он делал, это были перепевы этой идеи. Что мы приобрели? Мы приобрели гигиену, потому что действительно Париж был ужасен в то время. Сегодня он прекрасен, он санирован. Все это надо санировать город, чтобы увидеть, как он чудесен. Но когда Брунеллески строил свой великий купол, во Флоренции при жаре в 35-40 градусов люди умирали от, они задыхались от зловония. Знаменитая гибель сотен тысяч людей в Лондоне, забыл только в каком, 1800 каком-то году, недалеко кстати от строительства Хрустального дворца. Это тоже была трагедия колоссальная, после чего европейские города всерьез занялись канализацией, забытой на столетие, которая была и работала прекрасно в том же самом Древнем Риме и вообще во всех городах, которые строили римляне. Так вот виды, которые нам сегодня кажутся совершенно привычными. Значит, мы получили свободу движения автомобиля, это было очень важно, ну вообще вся история 20 века городостроительства, как кто-то остроумы сказал, вообще это вся история, по-моему, Блинкин, Михаил Ильич, это история автомобиля и его парковки. Вот все к чему свелось, так сказать, наше планирование городское. Мы получили свет, которого явно не хватало в старых городах инсталляции, такого слова просто никто не знал, веками причем, никто не знал. Мы много получили с точки зрения демократизации пространства, мы уничтожили его иерархию, а теперь можно, ну и, пожалуй, все, да, а теперь можно сказать, что мы получили уже со знаком минус, да, мы получили мономерную среду, то есть вы все время танцуете в одном и том же ритме, два притопа, три прихлопа, а может быть и того меньше, может всего только два прихлопа, ваш танец стал чрезвычайно унылым, ваша картина мира стала однородной, более того, вы лишились перспективы, я вам расскажу, не знаю, как у нас хватит со временем, но как хватит, так и хватит. Наша первая встреча с Манону Лунуни с Яновским произошла в 85-м году, мы делали в центре Помпидо выставку Якова Черняхова, у меня было несколько дней после монтажа, и мы с моим приятелем Андрюшей Горелкиным, который тогда жил уже в Париже, поехали смотреть Версаль. А на обратном пути я вспомнил, что главный редактор журнала архитектуры СССР Коля Тихонов, к сожалению, ушедший из жизни давно, мне дал поручение, чтобы я взял интервью у модного тогда в Советском Союзе Манола Нунеса. Мы нашли какую-то монетку, позвонили с вокзала, и Манола на прекрасном русском языке, услышав мою фамилию, сказал, вам не надо упражняться в английском, дорогой Андрей, с вашей фамилией вы можете приехать прямо сейчас, а дело было в 9 вечера. Мы просидели до 2 часов ночи, на следующий день Андрюша Горелкин вышел на работу в студию Манола, я записал все, что мне рассказывал Манола Нунес, и привез этот материал, он был потом опубликован. Вот один из ключевых рассказов истории Манола была следующая, что когда он жил, он же ведь рожден от мамы его Яновская, папа Нунес, испанец 37-го года, который отвоевал, потом попал в Советский Союз, в Советском Союзе, естественно, в Сталинский концлагерь, а потом Хрущев их всех посадил на 2 парохода и отправил, когда появилась такая возможность, он всех отправил во франкистскую Испанию, и, естественно, пароходы пришли в Барселону по морю. И вот там-то они познакомились, но это уже другая история, с Викардо Бофили. Так вот, когда они жили в Одессе с бабушкой и все, так их судьба занесла в Одессу, а Одесса была оккупирована немцами, а немцы там хорошо побомбили и пошарили, и многие ребята взрывались, потому что они играли на руинах в патроны, там, бросали их в костры и погибали или получали ранения. Но светлая память об этом периоде была то, что среди всех этих развалин бабушка его повела в Одесский оперный театр, где уже после освобождения советскими войсками начали давать оперу. И он, мальчик, впервые увидел перспективу, то, что играли-то они на развалинах, а на развалинах перспективы нет, все дома разрушены. А здесь он увидел потрясающе нарисованную глубинную перспективу. Собственно говоря, сказал он мне, ты знаешь, я думаю, что после этого вот это так засело в моей памяти, что когда мы с Бофилом попали в тюрьму на два месяца за антифранкистские забастовки, вышли, выпили по бокалу вина, мы решили пойти в архитектурный институт. Ни тот, ни другой не закончили, у них нет высшего образования. И они были явными противниками вот такой архитектуры, которые мы получили после корбезеи торжества индустриального домостроения, мы получили в большом количестве. Но приюта Айгоу это хрестоматийный пример, когда минору Юмасаки, у него два несчастья, он спроектировал близнецы в Нью-Йорке, они рухнули, и приблизительно в тот же период он проектировал, раньше он проектировал вот этот социальный квартал. На самом деле он погиб не только потому, что в нем была скверная архитектура, абсолютно одинаковых домов, с абсолютно безличными фасадами. Миллиарды людей живут, вон Китай весь живет в такой архитектуре, не разрушают, ничего подобного. Они понастроили сейчас несколько десятков, кто смотрит интернет, несколько десятков мертвых городов. Вот так, на миллион жителей стоят огромные 25-этажные дома пустые, ездят пустые автобусы. Это какой-то, в общем, научно-фантастический, даже просто фантастический фильм. Мы же с вами, в общем-то, в основном жили, родились, а может и живем, вот в такого типа домах, да? И это современная цивилизация. А вот теперь вопрос. Если в старом городе у вас есть рыночная площадь, у вас есть иногда даже театральная площадь, это отдельно, у вас есть маленькие пьецеты, где раньше стоял колодец, колодцы всегда были замками для того, чтобы их не отравили враги и прочее. У вас были церковные площади, у вас была масса каких-то пространств, где-то Бродячий театр выступает, где-то рубит голову, где-то читают указы, иногда все вместе и прочее, прочее. Что потерял город? Город потерял тайну. Вот когда Бог умер, а машина вышла на первый ряд, а рядом с ней стал Демиург в лице архитектора, вот тогда-то появляется очень интересный перечень потери. Вот потеря уюта, потеря интриги, потеря тайны, потеря неожиданности. Вообще вот, я понимаю, что никто не поднимет руку. Вот так представьте, утром вы с семьей, с детьми, собираетесь там после завтрака и говорите, вот куда нам сегодня поехать за впечатлениями архитектуры? В Мневнике, в Дегунино, в Берелево или в Химке? Вот найдется хоть один идиот, который всерьез соберет семью, наоборот, да, на Ордынку, Полянку, в Третьяковку, на Арбат, куда хотите, в старый город, почему? А потому что там есть вот это все, там есть антропоморфная архитектура, там есть архитектура, которая, даже, понимаете, Париж, барона Османа и Наполеона III, это вообще индустриальная история, это множество мануфактур, которые пекли карнизы, портики, двери, металлические ограждения, элементы крыш, мансардные окна, это все было поставлено на поток. И, в общем-то, если вы так 3-4 дня будете ходить по Париже, он вам прилично надоест, вот не выходя в какие-то пространства там. Но он все равно человечный. Но когда вы попадаете в те же Дегунина, Берилева и в любые районы Петербурга новые, вообще любой новый район нашей страны, хочется повеситься, спрашивается, а вообще кого мы ожидаем вырастить, взращивая вот в этих кварталов, в которых вот той самой души нет и памяти нет. Вы уже прочли, да, одно из моих любимых высказываний Бродского, что вообще-то глаз, он создан, потому что он единственный оценивает красоту в мире. Он как бы сканирует и успокаивается только тогда, когда находит красоту, пишет Бродский. Кстати, всем, кто еще не прочел «Набережную неисцелимых», советую прочитать это самое архитектурное эссе, которое я лично знаю. Мы там любим очень Гоголя цитировать с его такими фантастическими описаниями эклектичных городов, очень пламенными и прочее, который обвинял классицизм, кстати говоря, русский классицизм, начисто заимствованный, как и все, что в России, или почти все, из Франции в данном случае. Он обвинял его в бездушности, в одинаковости, в мономерности и так далее. И призывал украсить наши города неожиданностью, интригой, какими-либо поворотами, красками, ну и так далее и тому подобное. Эти цитаты известны. Бродский же пропел глазу, человеческому глазу, целую внутреннюю поэму внутри вот этой небольшого эссе «Набережной неисцелимых». И когда глаз вдруг оказывается в ситуации, когда он не может найти красоту и успокоиться тем самым. Понимаете, храм и церковь, да и вообще вся религия – это ведь утешение. И вот когда глаз не находит утешения вовне, он приказывает самому себе, даже в уродстве, найти красоту. А вообще-то я хотел начать вот с таких мономерных пейзажей, в котором ты совершенно ничего не понимаешь. Я был в Мехико вот в этих кварталах. Как я оттуда выбрался, честно, я просто не помню. Сколько-то часов? Пять, шесть. Ты не знаешь ни входа, ни выхода. Тебя еще потрясает, конечно же, нищета, но это уже другая тема, она более социальная. И тем не менее, тут мономерность с мономерностью совпали. Только одна одноэтажная, а другая там 12-15 этажная. Что интересно, что современные заливы мусора или города из мусора была выставка в Роттердаме, отдельная выставка на Роттердамской бьеннале несколько лет назад. Это garbage space, то есть сколько пространств на планете занято городами мусора, в том числе и мусора на плаву. И интересна еще одна история, казалось бы, совершенно другая. В 60-е годы несколько студий о симптомах и другие вдруг начинают создавать вот такие проекты. Они начинают делить город. Ведь что произошло с той же самой Новой Москвой? И в чем, как модно сегодня говорить, собака порылась? Она порылась в том, что, ну, мало того, что вот идиотизм присоединить две территории к одной, там, или полторы, тут даже трудно. Вот в каком уму родилась эта идея? Я честно, то, что это не Медведевская, поэтому его ум не надо обвинять в этом, но кто-то сконструировал. Если помните, нам почти год морочили голову мигалками, еще чем-то, ну, в общем, какое-то дребедение, и все всерьез, people это все хавл, как известное выражение, то ли Виктора Ерофеева, то ли кого, эфир был заполнен, все программы тренировались на том, как бы затемнить мозг, а под сурдинку просто-напросто несколько ленд-лордов, то бишь девелоперов, должны были построить свои миллионы квадратных метров, потому как при соединении к Москве сразу повышало стоимость квадратного метра жилья. Это настолько примитивно, это вот ниже пояса, это даже ниже, чем немецкий юмор. Но сколько же денег было вгрохано в эту компанию одурачивания людей, да еще международный конкурс, где в каждой команде, ну, в нашей команде работало там порядка 20 иностранцев из там 8 стран мира. То есть было собрано какое-то безумное количество интеллекта, чтобы эту Панаму разыграть и сделать вот такую дымовую завесу всей этой истории. Если бы власть спросила, но ей этого не нужно на самом деле, но, предположим, вот такая власть появилась в стране, которой нужно мнение профессионала, то ответ профессионала будет всегда один. Вы не можете присоединить ни половину Москвы по площади, ни двойную тем паче, потому что вы никогда не сможете клонировать город, матрицу города на новые территории. Это нереально. Город, который, ну, скажем так, тысячи лет истории Москвы, из нее надо убрать много столетий, но за последние 250 лет сложившийся гигантский город со своим вот этим полемцестом, со своей роскошной плотностью и прочим, и прочим, со своей историей, вы никогда не сможете клонировать на территории в два раза больше. Ни по рукам, ни по мозгам, ни по талантам это невозможно, ни по деньгам. И на этом бы можно было поставить точку. Вот когда города стали расти бесконтрольно, и что получилось? Вот старые города, которые мы с вами видели в начале, вы охватывали глазом. В общем, стоптав несколько пар обуви, за три дня вы Венецию-то обойдете. Ну, еще с помощью в аппараты и каких-то подручных средств. Вы обойдете любой старый город, будь то Падуя, это вообще-то крупный город, но есть и много небольших городов, тот же Брюги, ну, два дня хватит. А вот мегаполис обойти невозможно. Его структура настолько стала в конце 19 века за счет рабочих кварталов, заводов, промзон и так далее расширяться. Вы же понимаете, что вокзалы, которые были построены раньше на окраине Парижа и Москвы, они сегодня в самом центре города, в самом сердце города. Так разрастались города. Реакция на это в 50-е, 60-е, 70-е была вот такая. Разграничить город на сектора, дабы появились ячейки, ну, продолжим, километр на километр, когда ты можешь обозреть, ты можешь вкусить, ты можешь как бы принять, впитать в себя эту часть города, ну, и перейти к следующему. На самом деле это тоже разновидность некого фашизма, потому что вам предлагают вместо одной гомогенной структуры другую, только намного крупнее, выше вас, сильнее вас, мощнее вас, но никуда вы не денетесь от этих квадратов и от этой совершенно нечеловеческой истории. Но это уже, скажем так, юрничество совершенно замечательной, великолепной команды, которая вот так оценивала ситуацию. Всем известно фреско Микеланджело, где недостижимое уже в течение нескольких веков соприкосновение является собственно смыслом этой живописи. Для нас, для всех, вот эти оставшиеся там, оставшиеся дюйм, когда эти руки никогда не соприкоснутся, это и есть чудо искусства, это живет в нас десятилетиями, это передается из поколения в поколение. Вы можете стоять часами, вы никогда, вы проживете всю жизнь, вы не дождетесь, когда они соприкоснутся. Сейчас появилась вот эта картинка, но мне кажется, что она ошибочна, потому что здесь-то как раз речь идет не о том, что киберчеловек, биокомпьютер, это прекрасно, хорошо и так далее, а то, что при этом неизбежном, кстати говоря, слиянии произойдет разлучение. Как сказал один замечательный философ, он очень мало известен у нас, я не могу сказать, что я его много читал, Денис Габбер, это где-то 50-е годы, он венгер, ему предложат замечательные мысли. Если раньше мы функционировали, человек контактировал с живой природой, потому что был ее частью, то сегодня мы контактируем уже с той природой искусственной, которую сделали сами. Но это было сказано 65 лет тому назад. А вот сегодня мы можем сказать, что мы уже контактируем с той искусственной средой, которая создала в свою очередь та первая искусственная среда, которую мы создали к середине 20-го века. То есть это уже куда более сложная оболочка и куда более сложное взаимодействие и куда более дальний уход. Кстати, попутно хотел бы вам вспомнить, кто читал внимательно русские сказки или кому читали. Я, например, читать в детстве терпеть не мог, по-моему, до второго класса. Все воспринимал на слух. И меня совершенно не поражало, когда мама читала строчки из сказки, оформленных, кстати говоря, Билибином, что тоже врезается в память навсегда. И лучшего оформления это просто... Вернее, лучше есть, а не просто другие, но по качеству это лучшее. И вот там герои сказки беседуют с серым волком, с птицами, с травой, с водой. Ну, зуба иегой понятно. Но что самое-то интересное, вспомнил я спустя десятилетия, я вопросов не задавал. Вот это я все слушал, и мне казалось, что это абсолютно нормально, это так должно и быть. То есть, когда-то люди перестали понимать язык птиц, зверей и прочее. Но что интересно, мы сегодня к этому возвращаемся. Но это, наверное, тема другой лекции. Вы все прочли, что здесь написано, я могу не озвучивать. Вот, кстати говоря, отсутствие у искусственного интеллекта эмоций, гемиургического начала, эротизма. Фантазию, кстати, он может научиться, так сказать, развивать и пестовать. А вот чувственность, вот то, что перечислено в правом углу, искусственный интеллект обладает мультиплицируемой памятью, совершенной логикой, защитой от ошибок, способностью работать без отдыха. Кстати говоря, аутичные дети, они чем-то напоминают вот таких вот роботов, потому что аутисты асоциальные, они не могут сбиться в профсоюзы, они могут съесть все печенье, которое на столе, если не оторвать, и могут работать только до того момента, когда они просто естественным путем не заснут. Так вот, у Билла Гейтса около 30% аутистов, потому что, естественно, он получает от Соединенных Штатов колоссальные преференции за использование труда инвалидов. А чем он не обладает, искусственный интеллект? И то, и ту колонку можно продолжать. Он не обладает эмоциями, он не обладает творческим демоургическим началом, чувственностью, эротизмом, и, что еще очень важно, мотивацией. Теперь фрагмент известного нам с вами фильма «Метрополиза». Но только тот фрагмент, который относится совершенно не к архитектуре, а к первому искусственному интеллекту. Дата, по-моему, 22-й год, да, или 24-й. и, и, у нас, мягкий, и. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень интересная работа последних лет компании Big от мегаполиса к плаголополису. Когда практически компьютеризируются абсолютно все плоскости пребывания человека в городе. То есть ваше поведение, ваши эмоции программируются в каком-то смысле, поощряются, направляются и предугадываются. То есть город становится не просто интерактивным, вы сосуществуете вместе со своим городом, он проживает в вашей жизни, он хранит память о вас. И это то самое, к чему, собственно говоря, мы очень скоро придем. Правда, нас ждут еще несколько интересных событий, если так можно сказать, или явлений. То есть тот 3D принт, казалось бы, очень невинная игрушка, которая сегодня стоит во многих студиях, помогает делать макеты. Китайцы, правда, уже сделали там то ли 7, то ли 20-этажный дом, отпечатали. Но, если подумать, вот внизу, наверное, сзади не видно, значит, что здесь ценное, или вообще какие свойства у 3D принта, только не макетного, а архитектурно-городостроительного. Это самодостраивание, это саморемонт, это самодемонтаж и самоутилизация. То есть то, о чем мечтали издавна архитекторы, которые мечтали, что дома могут достраиваться по желанию людей и прочее, но технологии это не позволяли десятилетиями, сегодня технология говорит на все эти вопросы – да. Тогда зададите себе еще один вопрос. А человек здесь нужен? Вот в этой схеме абсолютно понятно, что человек становится лишним. Одна из основных проблем прогрессивного человечества – это излишнее количество людей, потому как робототехника прекрасно справляется со всеми процессами, которые мы с вами всегда связывали с своей деятельностью. Мы вставали в 6 утра столетиями, шли работать на завод. Но в 1908 году Форд заменил огромное количество рабочих. Дальше больше. Следующие роботы заменили и тех, кого заменил Форд. То есть мы сейчас смотрим еще 3D-печатание. Если говорить о себе любимом, то, уверяю вас, если кто не делал проекты планировки, то проект планировки, если вы в него зададите все необходимые параметры и алгоритмы вариантов, в том числе введете параметры ландшафта, окружающие транспортные ситуации, в общем, все исходные данные только в разных уровнях, и зададите к программу операционную систему, как с этим работать, вы можете нервно, а может быть, не нервно, с удовольствием курить в сторонке. Над проектом планировки у нас работало всегда до нескольких десятков человек. Кто делал сети, кто архитектуру, кто ландшафт, кто-кто-кто все. Сегодня уже программы это делать позволяют. Не позволяет только одно, но нет решимости отодвинуть всю массу проектировщиков и добить эту всю историю более слаженным алгоритмом, который бы исключил человеческое участие. Дальше вы можете оценивать варианты, которые вам предложит машина, выбрать наилучший, дать ей необходимые команды. Это 3D-принт. То бишь, к чему я клоню. Можно дальше пролистнуть, потому что все понятно. Я клоню к тому, что профессия архитектор, как таковая, вот та, к которой мы сегодня привыкли, в которую включает очень много чего, казалось бы, вот из этой профессии точно так же уйдет очень многое, так как ушли подряд с завода Форда сначала одно поколение рабочих, а с применением робототехники последнего поколения практически ушли последние рабочие. Когда мы с вами бываем на экскурсиях на всевозможных фабриках, где производят керамогранит или сантехнику, вас поражают огромные заводские пространства, огромное количество техники, оборудования, логистики, чего угодно, конвейерах, линии и прочее, прочее. Вот на IGC Glass, руководители сегодня сидят здесь, спасибо, что пришли. Когда вы попадаете на завод в Клину, вам нужно одеть ролики, а лучше бы какой-нибудь мотороллер и кататься 2 километра, где никаких людей нет. Человек, в общем-то, сегодня практически вот этот рабочий, гордость Маркса и Ленина, вот этот рабочий, он практически начинает исчезать, как явление, как существование. Вопрос станет дальше тоже очень интересным. Да, ну еще тут появились дроны, эти ребята прекрасно осваивают высоту, то есть высотные рабочие, которые там известные кадры на балке над Манхэттеном, чудесные нью-йоркские фотографии начала века, там, середины 30-х годов, с десяток работяг покуривают, свисая там на сотом этаже импайра, да? Это тоже отходит в прошлое неизбежно, потому что вот эти работяги будут все делать намного лучше и качественнее, и прочее, и прочее. Поэтому встанет другой вопрос. Вот эти дроны, которые уже в моделях все могут делать, встанет вопрос перемещения той самой памяти, о которой мы с вами говорим, и вообще, что будет со следующими поколениями, которые не будут обременены памятью городов. Тут, кстати, есть еще один короткий очерк, но я, наверное, сейчас сокращу, у нас осталось максимум минут 12. Кто помнит вот эту сказку о Франкенштейне, то весь сюжет утыкается в лед. Точно такой же сюжет был вынесен, выстрадан, если так можно сказать, и выдуман Хансом Хербергем, который стал впоследствии духовным учителем нацистов и Гитлера, который тоже исповедовал концепцию, вернее, он ее создал, концепцию вечного льда. Вам ничего не напоминает о цифровой особе, которая хорошо себя чувствует только тогда, когда из нее не выделяется тепло? Недаром дата-центры современные, они находятся в основном все в Антарктиде, они находятся там, где никогда не бывает перепадов тепла, где практически тот самый холод, который нужен машине. А что у машины интересного? Машины, на мой взгляд, самые интересные, не только вот то, что мы с вами перечислили, а то, что у нее абсолютно отсутствует мораль. Если вы сравните речи, ну, к примеру, Владимира Ильича Ленина, Троцкого, Геббельса и Гитлера, то вы увидите, что они написаны буквально один раз, потому что они все говорят только об одном. Нам надо избавиться от химеры, этой буржуазной дряни, нам надо избавиться от морали. Вот тут очень много стыкуется, очень много то, что требует не паники и не тревоги, хотя тревожиться надо, а требует анализа и понимания, что если ты готовишься перейти уже в другую эру, в другое качество кибермашины и киберчеловека, это очень интересные шагающие города, это просто иллюстрации того, как все сбывается. Вот шагающий город Фридмана, а на самом деле в 17 веке уже действовали плавающие, так можно сказать, шагающие, путешествующие города казачьих войск. Вот таким вот образом город смог сняться и под носом у противника за ночь переместиться за сколько-то километров совершенно в другую точку. Поэтому на самом деле это не то, что все, что мы сегодня создаем, все уже было придумано, но очень и очень многое. Люди представляли этот все еще Йона Фридман. А это города, которые на самом деле нам напоминают Каппадокию. В Каппадокии до 16-18 этажей вниз который сегодня еще, это Турция, сегодня еще прекрасно вентилируется, в которых были скотохранилища, храмы и проживало много десятков тысяч человек. Это были подземные города. Что интересно, мы всерьез сегодня проектируем подземные города и лондонский проект достигает там 500 метров. Мы проектируем всерьез, это уже не Жюль Верн, давно уже не Жюль Верн. Это подводные города, это города плавающие и над землей. Но на самом деле вот вам сюжеты из Свифта, Ренессанса и середины 20 века, и Крутиков, которые посылал свои воздушные города плавать. Поэтому встает тот самый вопрос, с которым мы с вами начали. Собственно говоря, где же будет проживать память дальше? Как она будет концентрироваться? В каких видах? Потому что нас будет всегда с вами интересовать, как вид, а что у нас с вами в затылке? Мы все-таки существа социальные, и ни один человек, который рожден и в детстве попал в стаю обезьян или в стаю волков, как известно, из этого состояния Маугли не вошел потом в человеческое общество. В лучшем случае разучил 20-30 слов максимум. Что говорит о том, что действительно наш мозг принадлежит какому-то другому, куда большему мозгу. Кто его называет Богом, кто его называет природой, как угодно, всемирным разумом. И он активируется, этот мозг, только через социальную структуру, через социальное воспитание. И чем больше у человека той самой памяти разнообразной, вот мы сюда ехали, я вспомнил случай в своей жизни, когда я общался с человеком, которого постоянно били в детстве. И кроме этого, у него было еще 2-3 воспоминания. А вот если бы у него были еще воспоминания, что он пел в детском хоре консерватории, или играл на рояле и вставал из-за крышки рояля, кланялся после концерта, или занимался живописью или физикой, то к тем жестоким воспоминаниям детства, а много гениев имели очень трудное детство, были бы добавлены совершенно другие слои памяти, более радостные, активные, эмоциональные, окрашенные не только в негативные, но и в яркие мажорные тона. Это последний проект небоскребов, который прицеплен к астероиду, который вошел в орбиту Земли, и разница во времени на первом этаже и на верхнем достигает достаточно значительной амплитуды. А здесь очень забавная история по ссылке Вселенной. Значит, сегодня 18-й год, а это фильм 1963 года, когда на космическом корабле, это я читаю для тех, кто не может увидеть, произошел мятеж, и в результате погибли все, пилоты и инженеры. А оставшиеся в живых, был он не под силу управлять звездолетом, им пришлось направить все усилия только лишь на выживание. А с течением времени потомки выживших утратили понятие о цели полета, предназначении корабля, и скатились на уровень доиндустриального общества и постиндустриальном пространстве. Последняя, пожалуй, история. Игорь Ашурбейли придумал государство Асгарди, которое он пытается зарегистрировать в ООН уже несколько лет. Это государство наделено абсолютно всеми атрибутами государственности. У него есть флаг, конституция и прочее, прочее. Занимает вот этот ящичек, но вот его можно поднять спокойно руками. Он летает у нас в космосе и представляет нас с вами. Там прописано несколько сот тысяч людей. Вопрос. Какой памятью обладает вот этот ящичек? И еще мне очень понравилась история, которую я прочел у Кшиштофа Зануси, когда он читал лекцию в Голливуде, в Лос-Анджелесе. Ему нужно было давать мастер-класс, и он дал задание ребятам сделать там 10-минутный ролик. Через 10 дней все принесли домашнее задание, и он увидел огромную кучу банальностей. Его буквально стошнило от всей этой ерунды, от всей этой попцы, от всего, что это уже было, перебыло, все украдено у кого-то, сплошной плагиат, ни одной живой мысли. Он их собрал на следующий день и сказал, слушайте, вы никогда не сделаетесь художниками, вы никогда не будете режиссерами и вообще артистами. Если вы будете жить чужими образами, вы должны хотя бы самую маленькую, самую простую, но только личную вашу проблему попробовать рассказать, ну, мне, в данном случае, я ваш учитель. Людям расскажите, какая у вас проблема, которая вас мучает. Наступила тяжена, почему он не понял, то ли микрофоны, говорит он, не работали, почему так долго было тихо. Наконец, один парень встал и сказал, мистер Занося, у меня была проблема в прошлом месяце, я недели две не мог выбрать между айфоном и самсунгом. У нас произошел, ну, не то чтобы спор, у Виктора Ерофеева, который возобновил передачу «Апокриф», но вот собираются разные люди, и на одной из передач мы столкнулись с замечательным нейрофизиологом, психологом Сергеем Савельевым, который, в свою очередь, выходец из замечательной семьи. И он утверждает, он это говорил сотни раз, ну, не сотни, десятки раз на телевидении, на всех своих лекциях, что вообще-то в человеке только три опоры. Это продолжение рода, перед этим надо вообще выжить, то есть надо кормиться, надо поддерживать энергетику, вообще жизнь в теле, то есть жизнь и продолжение, секс для того, чтобы продолжить род, любовь тут совершенно ни при чем, и доминирование. Вот эта троица, собственно говоря, и лежит в основе поведения человека. Я как-то скромно попытался возразить и добавил вот эти две еще. Кому не видно, это любопытство и творческое начало. Мне показалось, что, собственно, вот этим-то мы и отличаемся от животного мира, потому что мы действительно любопытны, и мы одарены тем, чем не одарены другие виды живущих на Земле. И тут мы придем к очень интересному выводу напоследок. Кто видит, это зять Карла Маркса, Поль Лафарк. Вот то, что вы видите на экране, он написал в тюрьме. Кому не видно, скажу, что право на ленность, а речь идет о 1883 году в тюремной камере, в сочетании с творчеством лень во многом порождает прогресс всего человечества. Человек деградирует и закабаляется, подчиняясь верховенству права на труд. Лень, матерь, искусств и добродетели. Как вам это нравится? Так вот, подумайте, что первые, кто получил гарантированный отпуск, это были чиновники Наполеона. Когда в России получили люди гарантированный отпуск, скорее всего, это было связано с великим социальным экспериментом Советским Союзом. И что интересно, это тоже Лафарк пишет, но если нас не выгонят, читаю для тех, кто не видит. Греки в эпоху своего величия презирали труд. Одним лишь рабам было позволено трудиться, тогда как для свободного человека существовало лишь упражнение для тела и ума. Античные философы учили неуважению к труду, видя в нем деградирование свободного человека. А поэты воспевали бездействие как подарок богов. Лень, говорит художник Младлиан Стелинович, это отсутствие движения мысли, это время бездействия, амнезия, это еще и безразличие, вглядывание в ничто, импотенция. Это и просто тупость, мука, бесполезное напряжение. Мне посчастливилось никогда не работать, Марсель Дюшан, ради получения средств существования. Трудиться для заработка с экономической точки зрения занятие самое идиотское. Хочу надеяться, что когда-нибудь жизнь не будет принуждать нас трудиться. И большая удача, что я этим себя не замарал. Итак, у нас есть выбор. Мы можем быть человеком разумным, мы можем быть человеком трудолюбивым, мы можем быть человеком играющим, мы можем быть человеком творческим. И еще одна грань памяти. Кстати говоря, если кто внимательно читал роман, он маленький роман, «Замятина мы», Евгений Замятин, то там 99 раз употребляется термин «стекло». Там город прозрачен во всех его измерениях. Он находится за стеклянной стеной, у него стеклянные улицы, стеклянные стены, потолки и полы. Но самое нехорошее, что происходит в этом городе, это еще полбеды, можно занавески задергивать. А сегодня технологии ведущих компаний, в том числе и GC Glass, позволяют управлять светосилой своего окна и делать свое жилище абсолютно затемненным. То есть стекло уже подчиняется такой интерактивной светопередаче. А то, что у Замятина периодически тем, у кого после операции почему-то заново вырастала память, их опять укладывали на операционный стол и лишали этой самой памяти. Вот эта операция по удалению памяти, этим занимаются все всегда. Замятин это просто вывел как формулу, он это обострил и показал как художник. Но вообще все власти, кроме просвещенных правителей, и большевистская власть вытравливала память, да и нынешняя старается тоже как умеет. А вот такая память, которая, хоть это и грустно, собирается на кладбище и в библиотеке, она уникальна. Ведь то, что собирается в библиотеке или на кладбище, никогда могло и не встретиться. Здесь встречаются люди, которые жили столетия раньше в любых других городах, никогда не встречались. как правило, кроме семейных склепов. Здесь встречаются книги, авторы, персонажи тоже с разностью иногда в тысячи лет. Это тоже очень интересный вид человеческой памяти. На этом мы благодарим вас и Алиса Русинова, Людмила Сысоева, Николай Махарадзе, Александр Кензерский готовили эту презентацию и надеюсь, она не бесполезна. Всего вам доброго и спасибо. 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 Алиса Русинова,